Всем привет, вы на канале Фордмак и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим новую порцию гик новостей в исполнении от Сындука под названием Олимпийские гики и скандальные мульты. О, да, Олимпиада в Токио это, конечно, громкое событие, я чертовски сильно рад, что у наших спортсменов всё реально неплохо, так идиот, что мы зарабатываем реально хорошие результаты, отличные медали, но, чёрт подери, такое же было потрясающее открытие, где звучали мелодии из наших любимых видеоигр, возможно, некоторые были незнакомы, но, мать твою, наконец-то, уважение к гик-культуре, а не очередное. Мы сыграем помпезно оркестровую мелодию в стиле Ханс Симмер, Джон Уильямс, Алан Сильвестри вместе взяли и родили ребёнка. А ещё я на превьюшечке заметил новых Чипа и Дэйва, к которым отнеслись, ну, очень скептически, хотя нет, скорее очень негативно, особенно в СНГ, где все привыкли к спасателям. Чип и Дэйв! Они могут быть не спасателями, нет гаечки с рокфором, охренеть! Да, Чип и Дэйв начинали с короткометражек ещё в сороковые годы. Удивительно, что об этом люди не знают, учитывая, как их часто крутили по тому же Дисней Клубу. Но давайте опять же посмотрим, что же нам расскажет об этом Сундук, ну-с, поехали! В конце прошлой недели закончилась Олимпиада в Токио, а значит самое время подвести её итоги и обсудить, как на ней хорошо себя показали наши. Наши произвели фор на церемонии открытия, наши пробрались в тучу видов спорта, наши постоянно светились в новостях. Речь о гиконах, конечно же, потому что эта Олимпиада неожиданно оказалась тесно связана с видеоиграми, аниме и не только. Началось всё уже на открытии, потому что саундтреком парада нации стала музыка из видеоигр в исполнении оркестра. Первыми по зловеще пустому стадиону шли греки под тему Рото из Дрэгон Квест, которая позже сменилась победными фанфарми из Файнал Фэнтези. Кайф! Просто мать его кайф! Японцы взяли и вывели свою любовь к прекрасному на новый уровень, потому что весь парад прошёл под видеоигровой аккомпанемент. Играла музыка из Monster Hunter, Kingdom Hearts, Nier, Soul Calibur, а по рассказам очевидцев, процессия чуть ускорилась, когда заиграл саундтрек Соника. Ну а что, вторая жизнь на соревнованиях не помешает. Мало того, что гики проникли в ряды организаторов, они были среди наших наших. Российская спортсменка Виталина Басарашкина, например, завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в медальоне ведьмачьей школы кота. Может, она и направила пулю аардом, но нарушений обнаружено не было. Виталину заметили и CD Projekt Red, которые поздравили её с золотом. А когда уже двукратная олимпийская чемпионка вернулась домой в Омск, в аэропорту её встретил народный хор, который спел ту самую песню из сериала. Просто, представьте, вы идите с Олимпиады домой, все такие уставшие, выходите из самолёта, а там стоит толпа людей и требует заплатить ведьмаку чеканной монетой. Просто вот мощное уважение. Ну вот, теперь эта песня опять привяжется. Лучница Светлана Гамбоева выиграла серебро в стрельбе из лука, гордо размахивая рукавом с безликим каунаси из унесённых ветром. Сборная Узбекистана по художественной гимнастике выступала в купальниках в стиле Sailor Moon. Датский виндсёрфер ярко светил прической, как у Анга, и даже сказал, что вывел золото благодаря ей. Блин, гейки вперёд! А американец и Грек вообще решили закосплеить персонажей из Ван Писса и встали в их сигнатурные позы. Ждём, когда в забеге на 100 метров будут костюмы из Наруто. Москоты российской сборной тоже показали себя во всей красе. Вы наверняка уже слышали про мишку-неваляшку и шапка кота. Если у вас возник вопрос, в какой такой подземной лаборатории скрещивают животных и предметы, то это, естественно, студия Артемия Лебедева. Оу, серьёзно? Оу, можно ли считать шапку, которая переоделась в кота, Фури? Тогда сборная Олимпийского комитета России взяла бы золото в Москву в зачёте. А пока что оно достаётся Австралии, правительство которой случайно замутило талисманов Фури. Фурсоны оказались на официальном мерче, на буклетах, комиксах и монетах, которыми даже можно расплачиваться. Ребят, мы все знаем, что сейчас произойдёт. И это привело некоторых в шок, наверное, из-за неоднозначной репутации сообщества, хотя на деле они милахи. Во всём виноват супермаркет Вулл Ворф, который стал официальным спонсором сборной и решил заказать немножко талисманов для стикеров на кассе, но понять и не имел на что согласился. Авторы маскотов вскоре признали, что не ожидали, что их прототипы примут, и добавили, что работодатели точно не знали, кто такие Фури. Зато художники точно знали. А я точно знаю, что всё смотрится лучше на большом экране. Ладно, хватит олимпиады бесплатных денег, нам ещё надо разобрать гору скандалов за последний месяц. Но начнём с лучшей новости июля. Анонса Steam Deck. Поровая паруба от компании Клапан. Портативный компьютер уже успели окрестить убийцы свитча по понятной причине. На нём будут идти все игры из библиотеки Steam. Теперь можно долго сидеть на унитазе и смотреть, как Steam показывает красивые сотни тайнов, купленные вами на распродаже. Играть в готику на сраненькие. Реально, играть за косипошу. Ну или, наконец, поиграть в ААА, который ваш компьютер не может... И в то же ведьмака на сраненькие, хотя на свече это можно делать. Да. Да. Новость про Steam Deck становится ещё лучше, когда узнаёшь, что eBay как раз начал банить успешных предпринимателей, которые уже начали перепродавать предзаказы. Ну это хорошо, на самом деле. А начальные цены, между прочим, вполне такие демократичные. Гейб даже сказал, что они немножко уходят в минус с такой ценовой политикой. Зато в явный плюс ушли создатели Южного парка Мэр Стоун и Трэй Парк. О, это я слышал, это ужас. Это, который Paramount заказали ещё 6 сезонов шоу и аж 14 полнометражек. Ближайшая должна выйти до конца этого года. Сумма сделки составила более 900 миллионов долларов, так что Южнопарковые теперь действительно стали голливудской элитой, которые причислили себя в весеннем спецвыпуске. Ох, зачем? И конечно же элита не может обойтись без своего ресторана. А тут как раз последняя касса Бонита заявила о банкротстве из-за пандемии. Ну ладно, это плюс, реально. Так что Стоун с Паркером хотят выкупить любимый ресторан Картмана, попутно продумывая новое меню. Будут ли там жёлтые бургеры, не уточняется. О, мой Бог, ты говоришь, что у меня асбургеры? И не зря, ведь обратное могло бы привести к ситуации, которая сложилась между Диснеем и Скайблит Йоханссон. Актриса подала в суд на кампанию из-за одновременного релиза черных дров в кинотеатрах и на Дисней+. Дело в том, что по договору не плакался процент кассовых сборов, но сборы со стриминга таковыми не считаются. Договор нам навяжут. Может, то они правы. На момент заключения никто не знал, как ковид изменит индустрию, поэтому об этом не договаривались. И Йоханссон вполне логично захотела переработать контракт и потребовала процент от продаж в Дисней+. На что получила игнор. Ну как там с деньгами? Жопа. А как с деньгами-то там? Из вариантов оставался только суд, потому что формально контракт был нарушен. Дисней в ответ сделал грустную мордашку и возмутился. Как это Йоханссон может подавать в суд, когда индустрии так тяжело из-за пандемии? Ситуация выглядит комичной, но на самом деле это лишь верхушка айсберга, потому что с такой же проблемой сейчас сталкиваются куча актеров, сценаристов и так далее. Ведь многие контракты заключались еще до воцарения стриминга. Смелости по цикле этих гигантов хватило не только у Йоханссон. К ней подумают присоединиться Эмма Стоун и Эмили Плант. А позже актрис поддержала и гильдия киноактеров США. Похоже на идеальный сюжет для эпизода Южного Парка. Стоуну и Паркеру как раз будет чем разбавить новые сезоны. Полюбас они их добавят. Там что-то как-то не сложилось, они пропали. Чего? К тому же в свое время Канье и Весту не хватило рыбных палочек, и теперь он снова пытается попасть в мультфильм Творя дичь. В ночь на 6 августа канаты рэпера замерли перед экранами в надежде, что он вот-вот представит новый альбом Донда. До этого Канье 2 недели прожил в кибитке на стадионе Мерседеса в прямом эфире, допиливая треки. За 16 часов до старта концерта он начал усиленно готовиться к выступлению. Покачался, подстриг своего коллегу, примерил шипастый костюм, пописал музыку и покемарил, конечно же. Эй, Канье, вставай тебе на сцену. Видимо, Канье не доспал, потому что он покемарил даже во время концерта. Вместо сцены был круг, окруженный массовкой, а в центре была инсталляция «Жизнь в российской общаге». Один только матрасы и личные лечебники. Это что за арт-хаусы такое, я не знаю, арт-хаусное творчество? Можно описать, лучше это увидеть. Ты опять выходишь на свет, могила. Трехчасовое выступление завершилось вознесением «Ясуса на небеса». Драматично так, прямо как у Снайдера или Станч Бова. Сколько попси? Он улетел, но он обещал вернуться. Видимо, поэтому решил метро по телевом в конце выступления. Слишком высоко было бы падать, диск разбился бы. Зато стала известна дата релиза. 9 августа Донда уже появилась на iTunes. И если бы Канье решил еще подождать, судя по реакции фанатов, был бы скандал. А нам за последний месяц их вполне хватило. Громким скандалом сопровождался релиз новых мастеринов вселенной на Netflix. Какой же срань, боже. Кевин Смит зазывал всех смотреть на новые приключения Химена. Обещал что-то невероятное и доставил. Главный персонаж умер в первой же серии, отдав лидерство воительнице Тиле. Какая же шикарная первая серия, бывает. Этот парень был из тех. Там в первой серии вообще ружатся все устои мультсериала, вплоть до главного артефакта. Фанаты такой перезапуск не оценили и начали обвинять Смита и Netflix в лживой рекламе. Реально? Получилось, что зрители намеренно ввели в заблуждение. Всех трейлерах был главным Химен. Химена получил мульт про его телохранительницу. Смит гордо отстаивал свою идею, покрывая озлобленных фанатов матьюками, но и это не спасло. Все, пошел в жопу. Ссылки у сериала занижены, а в соцсетях все еще пожарище. Авторы снова обещают что-то невероятное в продолжении, но теперь верится с трудом. Угу, не надо. Кажется, еще больше публика обозрена на том, что сериал про Чипа и Дэлла. Только тут уже без какой-либо веской причины. Проект с первого же трейлера сразу утонул в дизлайках. Аудитория очень негатива. И в основном люди из СНГ. Отнеслась к новому упрощенному дизайну персонажей, хотя, казалось бы, времени привыкнуть было достаточно. Новые Микки Маусы и Утины истории тоже визуально отличаются от своих прачуров, но настолько мощной волны негодования на старте они не вызывали. Будь готов к сюрпризам, когда работаешь на скруче Магдака. Чипа и Дэйл «Жизнь в парке» — это переосмысление самых первых диснеевских короткометражек про Брундухо, когда они не спешили на помощь, а просто любили похулиганить и подоставать Дональда с псом Плута. И если отключить в голове мысль, что раньше трава всегда была зеленее, то это вполне приятный и легкий мульт. Его юмор понятен на любом языке, а еще он неожиданно похож на Happy Tree Friends, только с малиной вместо кровищи. Так что теперь есть что посмотреть, пока ждем финал пятого сезона «Рика и Морти», из-за которого этот канал почти на все лето превратился в эдакое дополнение к мультсериалу. Из-за чего время пришлось отловить другие форматы. Но уже совсем скоро сын Доби будет свободен от «Рики Мортевского рабства», по крайней мере до следующего сезона. Так что вас ждет куча интересного и разнообразного контента. Да уж, я конечно ожидал, что будет много новостей, но чтобы столько, блин. Нет, я конечно знал опять же и про скандал со Скарлетт Йоханссон, и опять же про Чипа и Дэвла, что там действительно очень много недовольных людей, которые даже не знают про оригинальные короткометражки. Но такой пипец на концерте Кань, я даже не знал, что у него вообще концерт. Честно, я за ним не особо слежу, но чтобы вот такой вот странный, я бы сказал, даже почти арт-хаусный пипец. Да, Канье, конечно, очень любят громко выйти и громко войти. В двусмысленном выражении, так сказать. Но, блин, я реально не ожидал, что столько новостей. Будет огромное спасибо сын Дуку, что просвещает нас смертных в таких вот прекрасных деталях. Огромный респект и гиковский лайк. Жду новых новостей и новых роликов с нетерпением. Ну а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Жмякайте на кнопку колокольчика. Ссылочки на Донейшн Алерт, ссылка в описании. Поддержи канал Монеткой и обязательно подпишись на канал Сын Дука. Всем удачи и всем пока.